Сегодня большая честь для меня рассказать свое видение темы, которая считается медицинской темой. Я не врач, у меня медико-биологическое образование, специальность медицинская электроника. Поэтому сегодня я вам дам свое технарское видение медицинской темы. Я назвала эту тему «Сердечная забота о сердечно-сосудистой системе». И мне кажется, что это верное название, потому что действительно все, что создано в компании ArtLife, все сделано действительно с сердечной заботой о нас, о потребителях этой продукции. Это замечательная программа, программа, которая дарит нам жизнь, дарит нам качество жизни. Это программа, которая, ну нет, она не сделает нас всех молодыми, потому что это невозможно. Но это программа, которая дает нам возможность быть здоровыми и счастливыми в каждый период нашей жизни. Все, что было сказано вчера, метаболический синдром, сердечно-сосудистые проблемы, Андрей Алексеевич, было практически уже все важное сказано. Поэтому мне можно сейчас сказать спасибо большое и сесть на место. Все-таки некоторые аспекты я сейчас проговорю. Я проговорю их как дистрибьютор, как партнер компании. И что-то я буду давать с позицией развития нашего бизнеса. Какие-то слайды я буду просто пролистывать. Действительно, человечество прошло в своей эволюции огромный путь. И самый главный закон, который существует в нашей жизни, это ферментные системы должны соответствовать химическим структурам пищи. И пещерная женщина имела в своем арсенале 50 тысяч растений. 600 из них было оккультурено. Эти данные с прошлой медицинской конференции, кто были, я взяла из доклада. И все время были чаяния о сытой жизни. Молочные реки, кисельные берега. И как сделать так, чтобы меньше работать, но вкуснее, сытнее есть. И все это привело в мамонт, ведь, как Андрей Алексеевич сказал, не каждый день. И человек делал запасы. И именно так природа позаботилась о том, о продолжении жизни. Я очень люблю вот эту диаграмму. И тоже ее комментировали. И действительно, очень много, больше 50%, 70%, 80% возможностей быть здоровыми именно в наших руках. И что касается питания, это основа образа жизни, здорового образа жизни. И тоже цитата, я ее законспектировала в прошлый раз. Если вы питаетесь правильно, врач вам не нужен. Если вы питаетесь неправильно, врач вам не поможет. И есть вот такая диаграммка, табличка. И тоже наверняка вы ее знаете. И в ней подробно рассматриваются все факторы влияния на наше здоровье. Как факторы здоровья, так и факторы риска. И то, что генетически мы от папы, с мамой, дедушки, с бабушкой получили. И состояние окружающей среды. Это наша микросреда. То, как мы живем, в каких условиях мы создаем свой быт, свой образ жизни. И это макросреда. И, кстати сказать, вот на своих школах, в школах правильного питания, я задаю вопрос, задам его и вам, он не звучал. А вы знаете, что существует среда, непригодная для проживания? Что существует страна, простите, непригодная для проживания? Это Россия. А почему? Потому что среднегодовые температуры у нас минус 5,5 градусов. Канада, Норвегия, там 4 градуса среднегодовые. И действительно, вот этот закон, последние 100-150 лет, он оказался нарушенным. Наши ферментные системы оказались неготовыми к тому, как стремительно поменялся образ нашего питания. И сегодня уже упоминали и трансжиры, и генно-модифицированные продукты. Пища вкуснее, обильнее, слаще стала, калорийнее. И, конечно, задача каждого из нас. Говоря, используя метафору Андрея Алексеевича, суметь пролезть в верблюжье ушко. То есть, так подстраивать свои обменные процессы, чтобы они не шли в разрез с физиологией, с нашей физиологией. Конечно, каждому своему партнеру, каждому своему клиенту мы обязательно рекомендуем знать свой индекс массы тела, как отправную точку. И есть такие таблицы, статистика говорит о том, что следствия нашего переедания, избыточного переедания, они просто катастрофические. Все, что насыщенный красный цвет, это индекс массы тела больше 28. Это избыточный вес и ожирение. И действительно, Андрей Алексеевич сегодня сказал такую метафору, она тоже есть у меня в презентации. Мучимой жаждой человек подходит, чтобы напиться, и на него обрушивается целый водопад воды. Тут уж, конечно, организм, получая каждый день все больше и больше насыщенных жиров, только успеет распределить поступившие эти жиры, там, гликоген, мышечную ткань, депо заполнены, новая порция, новая порция. И поэтому неизбежно нарушение обменных процессов, метаболический синдром, об этом очень хорошо говорили. Я скажу только и своим партнерам на школах правильного питания, мы говорим, измерьте объем талии 102 сантиметра у мужчин, 88 сантиметров у женщин. Если эти цифры у вас такие и больше, то вам уже нужно задуматься. А если артериальное давление у вас повышается и бывает больше 130 на 85, то сердечно-сосудистая забота – это то, на что вам надо обратить пристальное внимание, не в качестве уже информации к размышлению, а в качестве руководства к действиям. Структура сердечно-сосудистых заболеваний, как мы говорили, 17 лет назад, когда только ArtLife еще выходил на рынок, и много лет назад, но на школах я имею в виду, так и продолжаем говорить, то есть работы, конечно, у нас очень много. А возможности изменить ситуацию у нас появились реальные. Статистика смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 100 тысяч, и тоже по степени окрашивания вы видите, Россия не в лучшем состоянии. И каковы причины, каковы последствия этого? Последствия этого – развитие атеросклероза. Бич 21 века – основа всех сердечно-сосудистых заболеваний. И тоже об этом очень много сегодня говорили, о том, что это заболевание хроническое, заболевание артерий. Причина этого – это повреждение сосудистой стенки, это нарушение липидного обмена, это образование бляшек, сужение просвета сосудов. И все эти сосудистые катастрофы, как их называют, которые могут закончиться летальным исходом. Чаще всего проявляется, вот Андрей Алексеевич сегодня сказал, первое десятилетие жизни, уже признаки нарушения липидного обмена. Но все-таки критический возраст – это 40-45 лет, и он у мужчин сначала чаще в 3-4 раза, с наступлением климактерического периода, женщины догоняют в этой статистике, и, к сожалению, печальные вот эти цифры выравниваются. И действительно, теорий развития атеросклероза очень много. И проще всего, в начале исследований была сделана прямая вот такая зависимость, высокий уровень холестерина и развитие атеросклероза. Это было проще всего провести вот такую зависимость. Но оказалось, что просто, если мы снизим уровень холестерина, на самом деле, всех проблем с сосудами это не решит. И с самим-то холестерином тоже не все так просто. О том, что это такое, тоже говорилось сегодня. 80% вырабатывается самим организмом, и только 20% его должно поступать с едой. Холестерин. Что это, друг или враг? Действительно, огольно объявлять войну холестерину тоже было бы неразумно, потому что биологическая его роль огромна. Это важнейший элемент наших клеток, клеточных мембран и образование желчных кислот, и качество мембран, клеточных мембран, синтез гормонов, стероидных женских, мужских гормонов. Это регулирование проницаемости клеток, это участие в синтезе витаминов, жирорастворимых. И даже есть исследование о том, что холестерин – один из участников процесса нейтрализации ядовитых веществ. Вот эта табличка наверняка у вас есть. Сегодня Андрей Алексеевич тоже уже упоминал ее. Это табличка, которая показывает, что 1 грамм холестерина синтезируется в организме. Это количество, которое нужно на внутренние нужды. Из пищи не более 0,3 грамма. 300 миллиграммов холестерина не больше должно поступать. Ну и нижняя часть таблицы – это куда расходуется. Андрей Алексеевич тоже упоминал, выводится. То есть вот эти цифры поступления и вывода из организма, они должны совпадать. В этом случае мы не нарушаем вот этого баланса. Как же осуществляется транспорт холестерина? Ведь он нерастворим в воде. Кровь основана на воде. И на самом деле организм для транспорта вот этой вот жировой основы использует особые белки. Это белки аполипопротеины. Соединение холестерина с этими белками – это и есть название, термин липопротеиды. И они отличаются молекулярной массой. Они отличаются даже, вот я на слайд картиночку сделала, по размеру, они отличаются между собой степенью родства к холестерину, степенью растворимости, а стало быть, степенью выпадения, способность выпадать в осадах. И отсюда растут или не растут, увеличиваются или не увеличиваются у нас атеросклеротические бляшки. Вот я поясню. Красный цвет вот на этих диаграммах – это белок. А все, что оттенки зеленого цвета и песочного цвета – это различные жиры. И вот видно, что крупные хиломикроны белка очень-очень мало, а липопротеиды высокой плотности – большое содержание белка, виды липопротеинов. И мы с вами не раз уже слышали, и на этой конференции, и это общеизвестно, есть такой термин выражения «вредный холестерин» и «полезный холестерин». Так вот, к термину «вредный холестерин» относятся хиломикроны, липопротеиды очень низкой и низкой плотности. Это вот эти вот три наиболее крупные частицы. А самая вот эта крошечка – это липопротеиды высокой плотности, так называемый «полезный холестерин». На начальном этапе липопротеиды очень низкой плотности и высокой легко проникают в сосуд, и на начальном этапе формируется атеросклеротическая бляшка. В чем польза липопротеидов высокой плотности? Почему он полезный? Потому что как легко проникают эти крошечные частички, так и легко оттуда выскакивают. И увлекая, выбивая часть липопротеидов очень низкой и низкой плотности, захватывая и транспортируя в печень. Отсюда и при оценке рисков, насколько у нас развивается или не развивается у нас, насколько быстро развивается атеросклероз, об этом говорит липопротеиновый профиль. И мы учим на своих школах, как прочитать липидограмму. Вот пришли мы, сдали мы кровь, общий анализ, как посмотреть в норме или не в норме. То есть еще и практическая вот такая у нас задачу мы ставим на своих школах. Соотношение плохого и хорошего – это коэффициент атерогенности. Еще один показатель, который говорит о том, развивается или не развивается у нас атеросклероз, быстро идет процесс или достаточно медленно. Вот есть такая табличка. Те, кому интересно, она помогает прочитать свою липидограмму. И здесь общий холестерин, низкой плотности, высокой, триглицериды и вся диагностическая значимость. То есть мы можем по этой табличке узнать, высокий у нас, пограничный или низкий. Школы здорового питания мы обязательно сопровождаем тем, что мы выдаем на руки вот такие вот раздатки, чтобы это было наглядно. Если баланс не нарушается, если мы скомпенсировали поступление животных жиров, если мы придерживаемся какой-то диеты, в чем-то ограничиваем жареное, жирное, то обмен холестерина нормален. Если мы беспечно к себе относимся, то нарушение обмена холестерина приводит к тому, что как снежный ком нарастает проблема, и это метаболический синдром, и все те тяжкие последствия, вот вчера в докладе называли, четыре показателя, это уже смертельный квартет считается. Поэтому задача, конечно, очень сложная стоит. Есть такое выражение тоже, французский парадокс. Если посмотреть вот так вот, географически, средиземноморская диета, нет холестерина. Дальше европейская часть, там, где питание жирное, там растет уровень сердечно-сосудистых заболеваний. Чукчи, Андрей Алексеевич привел этот пример, я его повторяю, атеросклероза нет. Соединенные Штаты, страна толстяков, первая объявила борьбу с холестерином, но пока от этих действий число сердечно-сосудистых заболеваний меньше не становится. Какой вывод здесь можно сделать? Что на появление сердечных проблем влияет не только высокий уровень холестерина, а что же это? И сегодня Андрей Алексеевич упомянул, атеросклероз – это тотальный голод полиненасыщенных жирных кислот. Дело в том, что там все очень интересно устроено у нас в организме. Транспорт холестерина осуществляют белковые молекулы. И именно эта белковая молекула, как ключ к замку, подходит в клетку и способствует тому, что если белок подошел, как ключ к замку, на клетке сразу формируется до 50 тысяч различных рецепторов. И клетка готова принять питательное вещество, холестерин. Но это произойдет только в том случае, клетка получит питание только в том случае, если уровень полиненасыщенных жирных кислот достаточен. Вот если ПНЖК достаточно в организме, то и рецепторы сформируются, клетка получит питание. Если недостаточно, то нет рецепторов. И еще один аспект, на который также влияет уровень полиненасыщенных жирных кислот, это синтез простагландинов. Я скажу очень просто и очень популярно, как я объясняю своим клиенткам, пожилым, ну я вот так скажу, как бы я маме своей объяснила, 93-летней. И я ей объясняю так. Я говорю, мама, будешь пить новомигин, значит все реакции, которые произойдут в твоем организме, будут направлены на восстановление. Не будешь принимать новомигин, все реакции пойдут со знаком минус. Это как в песне. Я слепила тебя из того, что было. При ежедневном приеме, безусловно, в разы меньше осложнений, об этом тоже говорили. Куда-то ускакало? Я, наверное, не туда нажала. Нажмите еще раз. Вперед нажмите. Пролистай. О, 10 минут. Тогда еще быстрее. Тогда еще быстрее. Современная, одна из современных концепций, это антиоксидантная защита. Изнутри сосуды имеют вот эту выстилку. И ее роль тоже огромна. Даже перечислять все не буду. Это и тонус, и реологические свойства крови. Так вот, если мы каждый день без перерыва получаем достаточное количество витаминов группы В, то обмен метионина, это аминокислоты, которая участвует в синтезе белка, протекает вот так, как нужно. Быстренько, через промежуточную часть гомоцистеин, через промежуточный метаболит. И дальше идут обменные процессы. Дело в том, что гомоцистеин, вот очень токсическое вещество. И я вот подобрала картинку, просто травмирует, прямо просто как рвет сосуд. Еще один аспект, так, об этом уже тоже говорила, это перекисное окисление. Андрей Алексеевич сказал, да, постояло чуть-чуть масла, и сразу идет окисление. Вот точно так же и в организме. Перекись на окисление липидов травмирует, ранит нашу изнутри сосудистую стенку. Что нам может помочь? Что должно быть в нашем рационе? Антиоксиданты. Вот такие показываю картинки. Слайды – это сосуды, пораженные атеросклерозом. Вы знаете, иногда могу лекцию прочитать, а вот такой вот слайд, он больше замотивирует человека сделать какие-то реальные шаги. Факторы риска, об этом очень много говорили. Хорошая новость в том, что неустранимых не очень много. А в основном это потенциально устранимые и вполне устранимые. Какова профилактика? Вернуть себя в рамки здоровья возможно. Что для этого нужно сделать? Для этого просто все факторы риска обратить на свою пользу. Если это гиподинамия, значит включить движение в свою, впустить движение в свою жизнь. И так по всем факторам риска. Что сегодня уже сделайте, и я на своих школах призываю свою аудиторию. Определите сегодняшние риски. Обязательно отрегулируйте нервно-эмоциональные перегрузки. Неважно, есть избыточный вес или нет, раз в год минимум программа Health and Body Control. Сбалансируйте питание, двигательную активность. Почему сегодня? Потому что мы не знаем эту точку отсчета, когда мы заболеваем. Потому что это бессимптомное течение. Поэтому программа сердечной заботы, она всегда к нашим услугам. Вот, собственно, программа, она есть у вас. И наверняка вы по ней уже работаете. И если бы партнеры этой программы, это те продукты, комплексы, которые у нас составляют основу, если бы мы имели культуру профилактики, культуру питания, достаточное количество пищевых волокон, полиненасыщенные жирные кислоты, лецитин, в порядке гемоглобин у нас, возможно, и не было бы таких серьезных проблем, когда нужно уже этот процесс оборачивать вспять, запускать его вспять. Вот эта круглая диаграмма, это основные комплексы на разных стадиях помогают остановить, затормозить и этот процесс начать восстанавливать. Наводит порядок эта программа. Почему программа? И я тоже говорю, что только программа последовательно и комплексно позволяет использовать, потому что это разные компоненты в разных сочетаниях, потому что это синергия. И, конечно, мы их все знаем. Это токсфайтер, который, безусловно, снижает уровень холестерина и блокирует. Это новомегин, вообще идеальный, гениальный препарат, потому что там и липоевая кислота, и омега-3 выровнена по балансу, дигидрокверцетин. Это, я говорю просто презентацию в двух словах, это защита сосудов снаружи и изнутри. Это лицетин, который удерживает холестерин во взвешенном состоянии. Это, как Андрей Алексеевич говорит, три богатыря, АЦ и ВИД. Сейчас не нужны уже гипердозы, гипердозировки витаминов, потому что вот эти вот три витамина, АЦ и Е, они и восстанавливают друг друга, и усиливают действие друг друга. Ферадок, который необходим для того, чтобы просто клетка вздохнула и начала нормально работать. Health and Body Control тоже был доклад очень хороший. Discovery содержит все необходимое и достаточное. Мне очень нравилось, когда на нашем нейростабиле слоган был «антистресс». Это действительно так и есть, потому что это нормализация и восстановление нервной системы. Это нейростронг, улучшение микроциркуляции и восстановление кровообращения там, где уже кровь недостаточно проходит. Это и влоксин, то, что разжижает кровь, улучшает реологические свойства крови. И, наконец, препараты основные. Вот когда они стали появляться один за другим, я читаю аннотацию, думаю, вот опять для сердечно-сосудиста, опять для сердечно-сосудиста, опять. И потом, когда разложила, вот как пазл мы собираем картиночки, получилась общая картина. Действительно, ни один из этих препаратов не является лишним. Каждый имеет свою точку приложения и каждый выполняет свою задачу. Я обожаю кардиогель. Он у меня всегда с собой в сумочке, в кармане, в портфеле. Ну, что там? Купажный экстракт, крапива, боярышник, пустырник. И вы знаете, у нас очень любят кардиогель и приходят и говорят, ну, что они туда положили, да? Я говорю, вы знаете, один компонент не указали только на упаковке. И что же это? Я говорю, это любовь к нам, потому что он помогает при всех состояниях. И даже если плохо засыпает, если какие-то неприятные ощущения, тахикардия, аритмия, клинические апробации есть на этот препарат, появился атеролекс. Это вот тот заслон гомоцистеину, уровень которого повышается, который изнутри просто ранит наши сосуды. Причем не только в составе вот этой вот группы витаминов, группы В с фолиевой кислотой. Это еще и воздействие на все звенья. Вот я его обожаю. Центральная нервная система, на стрессы, сосудистая стенка, уровень сахара, вязкость крови. Замечательный просто продукт. Салфген в составе изофлавона сои. Тоже об этом упоминалось. А дебаланс, ну вообще я не знаю, это изюмина какая-то, изюминка. Вот есть такая поговорка, трудно найти изюминку в корзине с изюмом. Действительно, каждый препарат является вот такой изюминой. И винитрокс, вот в чем изюминка от дебаланса. Вообще он многокомпонентный. Я состав не буду перечислять. Я красным цветом выделила речевой модуль. И иногда достаточно бывает сказать три слова. Запускает процесс самовосстановления. И человек уже готов к тому, что этот продукт берет в свой арсенал. Винитрокс, сосудорасширяющие свойства и антиоксидантные свойства. Атеростерол. Это как раз та возможность, если мы знаем за собой, где-то переедим, где-то точно сладенького хочется, где-то еще. Возьмите на вооружение, пусть будет у вас этот продукт. Самый обильный прием пищи обязательно с атеростеролом. Почему? Да потому что тот вредный, который поступит и наделает нам вреда, он будет блокирован. Он как пустышкой заменится. А основной обмен холестерина при этом никак не пострадает. Откуда вега-пу, вот эти вот фитостерины? Это растительные орехи, овощи, фрукты. Это все натуральное. Я пропускаю составы. Кордис вип-комплекс. Он у нас давно появился и не сдает своих позиций. Мы его очень любим, потому что это питание, восстановление, защита 24 часа в сутки. Это цифрол, это идеальный состав, это клинические апробации. Алиопрен кардио, препарат, который сразу мы полюбили. И действительно очень хорошие результаты. И я рекомендую Татьяну Владимировну вот эту рекомендацию капитального ремонта при сердечно-сосудистых заболеваниях. И более того, мы даже акцию сделали. Те, кто выкупает, идут на программу, мы в подарок там вот один из алиопренов дарим. И тоже клинические апробации. Как мы работаем, как мы предлагаем. Ведь это очень просто сделать для себя, это главное самое, принять решение, что мы, как мы рекомендуем. Раз в год, я уже сказала, пусть это будет программа восстановления обменных процессов. Два раза в год, если вы хотите навести порядок, остановить процесс развития сердечно-сосудистых заболеваний, это кордис, ВИП-продукт. И все остальные препараты, все остальные наши комплексы, мы примерно разделили вот так вот на три части. Их не нужно фотографировать, дорогие мои. Потому что это не конкретная, это основа. Понимаете, к нам приходит человек, и мы подбираем для каждого индивидуально. Я хочу сказать только, что это очень доступно. Вот по баллам мы все партнеры, получается сердечная забота о сердечно-сосудистой системе 60 баллов. Это тот минимум, который мы все равно так и так покупаем. Вот примерно так выглядит календарь здоровья. Мы его прямо вот каждому, как в виде вот такой вот памятки, как календарика, вот такого делаем. И, наконец, сами программы, сама забота. Базовыми здесь лицетин, новымигин всегда рекомендуем, и я всегда рекомендую Сорбен, Токсвайтер Люкс. Профилактика возрастных изменений безусловно, без атеростерола, атеролекса, алиопренокардио, адебаланса, кордис периодически. Это основные, все остальные продукты в помощь. То есть, вот это базовые основы, все остальное в дополнение. Железодефицитная анемия, ну, я не знаю, показатели гемоглобина уже через несколько дней восстанавливаются. Конечно, его хорошо сочетать с дискавери. Если повышенное давление, адебаланс прекрасно просто работает с нейростабилом и кордис предлагаем. Атеросклероз, вот все, о чем я сегодня говорила, препараторы Атеролекс, Атеростерол, Токсфайтер, Ацеевит, при повышенной, я написала, массе тела, просто обязательно. Если масса тела не повышенная, то принимаем раз в год. При повышенной принимаем там до результата, до нормализации. Если ишемия, стенокардия, то тоже своя программа. И основные, олеопрен, кардио, нейрострон, Катеролекс, реабилитация после инфаркта, особые состояния. Возьмите себе в союзники. У вас всех есть сервисные центры, там принимают врачи. Индивидуально составьте хорошую, качественную программу и очень хорошо идет реабилитация после вот таких сосудистых катастроф. На варикозе тоже программа хорошо себя зарекомендовала. Я вот обрадовалась, что у нас новый Венатол будет. У нас есть специальная программа. Секунду, секунду, я договорю, если время останется, буду возвращать. Мы сделали специальную программу курильщикам. Вы знаете, Россия на каком месте по курению? На четвертом. А Америка на 34-м. Понимаете? Поэтому, если человек, как говорится, не хочет расстаться с привычкой, мы ему говорим, ну, кури, но при этом будешь брать токсфайтера, леопрен, атеролекс, лецитин, новомигин, кордис и все необходимое, чтобы это все минимизировать. И я очень рада, что вот в моем окружении уже очень многие с этой привычкой расстались. Обязательно школы своей здорового питания мы сопровождаем какими-то практическими вот такими знаниями. Мы учим людей, как не выходить за этот порог 300 миллиграммов по холестерину. Есть вот такие специальные таблицы. Все, что красным цветом, это продукты, таблицы продуктов, которые мы покупаем в супермаркетах. Это то, чего не нужно брать. Проходите эти витрины. То, что желтым цветом и из редка, и то, что зеленым цветом должны составлять основу нашего здорового рациона. Мы их распечатываем и в качестве раздаток вот так даем. Обязательно даем рекомендации, как готовить, чего жарить, чего лучше потушить, как заправлять. Вот знаете, какая рыба лучше всего? Вот нам профессор Лобыкина рекомендует в качестве источника полиненасыщенных жирных кислот. Нет ни семга и нет ни форель. Она говорит, мойва? Мойва? Да. Что ограничить? Чего не принимать вовсе? По физической активности тоже знакомая диаграммка и 10 тысяч шагов на шагать. Это проще простого, потому что есть такие таблицы, таблицы энергозатраты при выполнении различных работ. Можно сегодня не идти пешком, а можно, как говорится, окна вымыть или в квартире уборку сделать и тоже на руки раздаем. Понимаете, чтобы выздоравливать, нужно делать правильные действия каждый день и не делать неправильных действий вовсе. Вот знаете, хотела анонимно привести такой пример, но у меня вот это вот белый квадратик сдвинулся, вот это вот мой пример. Ни в коем случае не воспринимайте его как пример для того, чтобы следовать ему. Но вчера прозвучало как слезть со статинов. После перенесенного инфаркта Андрей Алексеевич расписал мне и сказал, у нас тогда не очень много сердечно-сосудистых было, и он сказал, пей новомигин прямо вот большими дозировками. И я эссенциал ойл, у нас не было новомигин, и я эссенциал ойл много лет, вот уже 7 лет, пью и принимаю. Много еще на самом деле. Все. Значит, я что хочу сказать? Я хочу сказать, что лечиться нужно недюжинное здоровье, потому что это огромное количество побочных действий. Экономика, посмотрите, принимать сердечную заботу в 2 раза дешевле, чем лечиться фармпрепаратами. Я желаю вам здоровья, процветания и счастья. Берегите себя с сердечно-сосудистой заботой. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ